Здравствуйте! Меня зовут Мария Егорова, я детская писательница. И сегодня я хочу прочитать вам три главы из своей сказочной повести, которая называется «Три старушки». Итак, первая глава. Знакомство. Махана стояла, задрав голову, и смотрела на высокий превысокий забор, из-за которого виднелись макушки Соси. «Лена, спасибо тебе, выручила», — тем временем лепетала мама, передавая тете сумку с вещами. «А комаров-то сколько! А я, как назло, средства от них не купила!» Тетя Лена пожала плечами. «У меня есть», — спокойно сказала она. «Маханя» — позвала мама и присела рядом с дочкой. «Ты тут не скучай и слушай тетю». Девочка закивала головой. Она привыкла к командировкам родителей. Когда они уехали, тетя скомандовала. «Ну, вперед, покажу тебе твою комнату». К огромному восторгу девочки тетя привела ее на второй этаж. В окна комнаты было видно далеко поверх забора. «Как хорошо!» — воскликнула маханя и обернулась. Тетя на спина мелькнула за порогом. Маханя осталась одна. Скоро девочка поняла, что тетя очень занятой человек. То у телевизора сидит, то по телефону болтает. «Я что, теперь всегда буду одна? На все длинное-предлинное лето? Как же мне скучно! И за забор, главное, выходить нельзя! А перед забором я уже все видела!» И вот вечером второго дня маханя ходила вокруг дома и не знала, чем себя занять. Комары звенели над ухом, а тетя Лена была дома и говорила по телефону. Девочка слышала ее в открытое окно. «Да, целые тучи летают! На улицу не выйти! Да еще к тому же сестра дочку привезла, спрейт комаров не купила, представляешь? И мой, как назло, кончился!» Маханя покачала головой. И тут в кустах у забора мелькнул черный хвост. Между веток показалась кошка. Девочка побежала за ней и увидела, что в листве спрятана калитка. Усатая незнакомка подлезла под нее и исчезла. Маханя открыла дверь и увидела тропинку. Она постояла в нерешительности несколько секунд и побежала по ней. Кошка вывела Маханю на полянку. Здесь стояло два маленьких домика, у которых был общий двор. На заваленке домика, который стоял слева, сидели три старушки. Одна старушка была в платочке, другая в косыночке, а у третьей в белых волосах запутался гребешок. И у каждой старушки в руках была березовая веточка. И вот к последней старушке на коленке запрыгнула кошка. «Как вот так нам привела Мурка?» — спросила старушка с гребешком. «Няу-няу», — ответила кошка. «Ах, вон оно что!» — проговорила старушка в платочке. «Мурка говорит, что девочка за веточкой пришла от березы». Старушки переглянулись. «Ну и хорошо!» — произнесла старушка в косыночке. «Я уже спать иду. Держи мою!» И протянула девочке веточку. Маханя взяла ее. «А зачем она мне?» «Как зачем?» — удивилась старушка в платочке. «Мама твоя забыла купить средства от комаров. Вот, передай веточку тете». Маханя захлопала глазами. «Ну что ж ты такая непонятливая!» — сплеснула руками старушка с гребешком. Мурка соскочила с ее коленок. «Смотри!» — и она раз-раз веточкой себе по ногам. И старушка в платочке тоже раз-раз по своим ногам. «Березовая веточка — лучшее средство от комаров!» — Маханя открыла рот. «Ну что ты рот разинула? Ворона залетит!» — сказала ей старушка в косыночке. «Беги скорее домой! А ты, Мурка, проводи гостью!» А в тетином доме уже переполох. Маханя пропала. Тетя Лена сидела на веранде и причитала. «За что мне такое наказание?» И вот, является Маханя, как ни в чем не бывало. «Это вам тете Лену просили передать!» Тетя Лена едва встала и тут же снова села. «Что это?» — проговорила она. «Это лучшее средство от комаров!» — протараторила Маханя и скорее убежала в дом, пока тетя не задала ей новые вопросы. Глава вторая. «Варенье». Маханя ковыряла вилкой сырник в тарелке. «А варенье есть?» — наконец спросила она. Тетя Лена задрала повыше нос и достала из холодильника маленькую баночку. «Что это?» — спросила Маханя, уставившись на ярко-розовую массу. «Джем! Малиновый! Не видишь, что ли?» «Вижу!» — протянула Маханя и сползла со стула. «Я наелась!» — заявила она и выбежала из кухни. На улице Маханя огляделась по сторонам и побежала калитке, спрятанной в кустах. Ей очень хотелось снова наведаться к трем старушкам. В знакомой тропке она добежала до полянки с двумя домиками и общим двориком между ними. На этот раз она нашла старушек за делом. Старушка в косыночке топором стругала щепу с полена и складывала ее в фартук. Старушка в платочке засыпала сахаром ароматную малину в огромном тазу. Третья старушка следила за самоваром, который стоял посреди двора. «Смотри, баба Даш, пришла наша девочка!» «А ты говорила!» — произнесла старушка в косыночке. «Вижу, баба Валя, пришла!» — протянула в ответ старушка в платочке. «Ну, раз пришла, пусть помогает!» — присоединилась к ним старушка с гребешком. «И то верно, баба Аня! Маханя, иди сюда, бери таз и пойдем в огород варенье варить!» Маханя взяла таз и пошла за старушками. Свежая малина пахла потрясающе. Девочка не удержалась и сунула в рот одну ягоду. «Да ты не стесняйся! Ешь сколько захочешь!» — оглянулась на нее старушка в платочке, баба Даша. В огороде под яблоней уже были приготовлены два кирпича. В ямке между ними старушка в косыночке баба Валя развела огонь, а сверху Маханя поставила таз с ягодами. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — спросила она бабу Дашу. Баба Даша улыбнулась. «Это мне Мурка рассказала». Скоро сахар превратился в сироп. Ягоды тонули в нем, источая нежный запах. Маханя села поудобнее и смотрела в таз за копченными боками, как завороженная. Сколько времени прошло неизвестно, но появилась розовая пенка, а вместе с ней пришла баба Даша с корочкой черного хлеба и баба Аня с подносом, на котором стояли чашки с чаем. Баба Валя собрала нежные пенки в блюдце, Маханя отломила краюшку хлеба, обмакнула ее в розовое облако и отправила в рот. Так вкусно Маханя никогда не было. Домой Маханя вернулась с баночки малинового варенья. В столовой как раз сидела тетя Лена и ела сырники. Маханя подошла к ней с загадочным видом и поставила баночку на стол. Тетя открыла ее и макнула туда сырник, засунула его в рот. Лицо у нее сразу изменилось, она одобрительно закивала головой. «Ммм, как вкусно», — сказала она и стала крутить баночку в руках. «А где этикетка? Надо запомнить фирму», — закончила она. Маханя зажала рот рукой, чтобы не рассмеяться, и убежала к себе в комнату. Глава седьмая. Муха. Маханя сидела с квадратной головой и с такой же квадратной попой. «Тетя Лена, когда дождик закончится?» «Тихо», — прошептала тетя и ткнула пальцем по пульту. «А вот сейчас говори». «Тетя Лена, когда дождик закончится?» «Фу», — спросила тоже. «И вообще у нас еще десять серий впереди. Тебе неинтересно?» «Ну так». «Ну, раз так, сиди и смотри». И снова тыкнула в кнопку пульта. Маханя спустилась с дивана и пошла искать зонт. «Надоел дождик. Четыре дня уже льет. Сколько можно?» Зонт нашелся, а ноги сами понесли к потайной калитке. Во дворе, зажатым между двух домиков, блестели лужи, и по ним расходились круги. Маханя прошлась по ним. Прозрачная, зеленая от травы. Постояла, посмотрела на рыжие сапоги. Дождик весело стучал по зонтику все сильнее и сильнее. И тогда Маханя нырнула в дом. Здесь был сух, было сухо и тепло, пахло хлебом. Девочка скинула сапоги, поставила зонтик в угол. «Ау! Есть кто-нибудь?» «Ау!» — ответил хор из трех голосов. Маханя влетела в комнату. «Мы тебя как раз поджидали», — проговорила старушка в косыночке, баба Валя. «Спорили, когда ты придешь, сегодня или завтра», — подхватила старушка с гребешком, баба Аня. «И я угадала», — добавила старушка в платочке баба Даша. В комнате было тихо. Лишь часы тикали на кухне, да кошка Мурка пела свою песенку на коленках у бабы Даши. Каждая старушка сидела в небольшом кресле, полукругом окошко. Четвертое кресло было пустое. В него плюхнуло смаханя и ахнуло. На столике перед старушками были разложены разноцветные катушки ниток, больших и маленьких, шерстяные клубочки, пяльцы, иголки, спицы, наперстки, а еще стояла пузатая банка с пуговицами. Настоящее богатство! «Вот это да! А что вы делаете?» «Я вяжу носочки», — отозвалась баба Даша, — «из шерсти наших овечек». «А у вас овечки есть?» «Да, они весь день в поле пасутся. Закончится дождик, покажу тебе». Маханя дотронулась до нитки, которая бежала из клубочка к спицам. «Колючая! Зато такие носочки ноги зимой. Ой, как хорошо греют!» Маханя посмотрела на бабу Аню. У старушки с гребешком в руках были пяльцы. На натянутом белом полотне угадывалось розовое ухо и виднелся зеленый глаз. «Ой, кто это у вас?» Баба Аня аккуратно освободила ткань и разложила ее у себя на коленях. «Да это же Мурка!» — воскликнула Маханя. Кошка при звуке своего имени затарахтела еще громче. «Да, Мурка. Долго я ниточки к ней подбирала. Вот закончу — будет картина на стену». Теперь девочка посмотрела, чем занята баба Валя. А рядом со старушкой в косыночке стоял мешочек с пестрыми лоскутками, а она сама штопала наволочку. «Ой, а зачем вы это делаете?» «Как зачем дырочка маленькая? Вот я на нее заплатку поставлю и послужит наволочкой еще какое-то время». Маханя присела рядом со столиком, начала перебирать нитки, пуговицы, наперстки. Теперь она слышала не только, как тикут часы и мурчит кошка. Она уловила стук спиц и шуршание ниток по ткани. «А ты умеешь делать муху?» — вдруг спросила баба Валя. «Нет. А что это такое?» «Сейчас покажу. Найди-ка самую большую пуговицу». Пока Маханя искала, баба Валя отрезала длинную нитку и сложила ее в несколько рядов. Вот такая подойдет, нужна плоская. А теперь смотри. И ей вдела сложенную нитку сначала в одно отверстие пуговицы, потом во второе и связала свободные концы. И связала свободные концы. С обеих сторон пуговицы оказались петли из ниток. В них баба Валя просунула указательные пальцы, закрутила пуговицу и стала плавно двигать руками. То навстречу их поведет, то в разные стороны. Сначала ничего не происходило, а потом пуговица ожила. Вжж, вжж, вжж. Уже не баба Валя, а сама пуговица двигалась по нитке. «А можно я? Можно я?» «Конечно». Баба Валя сильнее натянула нитку и пуговица распуталась, остановилась. Держи. Маханья забежала, когда в ее руках обычная пуговица превратилась в муху. Вместе с ней она и вернулась домой. Хорошо, что дождик перестал. В комнате у черного экрана сидела тетя Лена с мокрым полотенцем на голове. Маханья, ты где была?» – простонала она. «Гуляла», – весело пропела девочка. «И, кажется, в вашей квадратной голове тоже нужно на воздух». «Нет», – застонала тетя, – еще одна серия осталась. «Можете, можете, давайте, а я вам тогда муху покажу». И хитро склонила голову набок. Все.